Девочка-пай Знакомая ситуация, и так ли? Без паники, я здесь для того, чтобы это пофиксить Первым делом заходим в игру и ставим самый низкий пресет графики Убираем вертикальную синхронизацию и выбираем самое низкое разрешение экрана Применяем настройки и открываем игру на полный экран После чего закрываем и открываем нашу библиотеку игр в стиме Нажимаем правой кнопкой мыши по игре Свойства Установить параметры запуска И вставляем команды, которые я оставил в описании Если после всех этих изменений у вас фпс все еще достаточно маленький Если после всех этих изменений Если после всех этих изменений Если после всех этих изменений Извините Если после всего этого у вас все еще маленький фпс То переходим по ссылке в описании Скачиваем файл Распаковываем Запускаем и добро пожаловать в NVIDIA Inspector. Я понимаю, все выглядит достаточно страшно и пугающе, но не надо бояться, просто повторяем за мной. После всех этих махинаций, ваша игра автоматически запустится на первом сорсе, отчего и такой прирост FPS. Однако, если результат нас все еще не устраивает, то давайте запустим программку снова и поменяем один параметр. Ну что ж, теперь игра работает не на первом сорсе, а сразу на Quake Engine. Посмотрите на эти пейзажи-карнаки, на эти мыльные текстурки. Да мы, походу, только что выпустили Dishonored 3. Оу. Оу. И вот мы сделали графику плохой, но стоило ли оно того? Потому что вы, на самом деле, как бы сильно ни пытались, скорее всего, не сможете пройти игру с такой графикой. Дело в том, что дверь Dishonored открывается, когда мы вводим правильную комбинацию, которая генерируется рандомно. Но дело в том, что мы не будем видеть символов на этом сейфе. Поэтому вероятность того, что вы угадаете, но вероятность того, что дверь все-таки откроется, она крайне мала. Поэтому, на самом деле, ухудшение графики у Dishonored 2, конечно же, того не стоит. Ну, а если вдруг вас это не волнует, либо же вы можете найти обходные пути, то милости прошу к нашему шалашу. С вами был Кребе Гангстер, всем удачи, спасибо за уделенное мне время. Dishonored 2 с плохой графикой на ваших экранах. Поехали! Чувак, ты думал, что-то здесь будет? О, нет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что ж, приветствую всех на премьере, кто смотрел видеоролик до конца и сейчас сидит в чате. Спасибо вам за просмотр. А также напишите в комментариях, как вы думаете, стоит ли мне делать подобного рода видеоролик про первую часть. Потому что из-за того, что в Dishonored 2 очень ограниченный движок Void Engine, то непосредственно там мало что можно вообще сделать. В первой же части там, я не помню, какой движок, скорее всего, сейчас на экране появится название движка. Он более гибок в использовании, поэтому если у вас влагает первый Dishonored, вдруг есть такой человек, то я могу помочь. Вот. Также способ, который я показал в этом видеоролике, способы отлично работают в смяти чужого. И вот там, если во второй Dishonored я не могу прям гарантировать прирост FPS, то вот в Dota прям гарантия 100%, потому что она в разы лучше сделана, нежели вторая часть. Поэтому у меня она даже без вот этого всего не лагает, то есть стабильный 50 FPS. А с этим я еще не проверял, но думаю, даже до сотки может дойти. Поэтому делайте выводы сами. Да? Еще раз спасибо. Всех люблю, целую, обнимаю. С вами Криви Гансер. До встречи. Не знаю когда, все равно сейчас карантин. На улицу не выходить, смотреть мои видеоролики, играть в Dishonored. Люблю, целую, обнимаю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok